Денис Попович с нами в эфире, военный обозреватель. Денис, приветствуем вас. Добрый вечер. От иранских шахедов сразу перейдем к теме северокорейской баллистики, если можно. Зафиксировано подтверждено Генеральной прокуратурой Украины нанесение удара по Харькову российскими войсками с использованием баллистической ракеты северокорейского производства. Можете рассказать, что это за ракеты баллистические, понятно, но какие у них характеристики, чем они отличаются от российских, насколько опаснее. Это первый блок. И второй, тоже интересно понять, известно ли и станет ли нам известно. Как много этих ракет Россия могла получить или уже получила, чтобы понимать уровень угрозы? Вряд ли нам станет известно, какое количество ракет Россия получила. Прямо сразу, очевидно, будут какие-то открытые сведения, которые нам позволят об этом догадаться по каким-то косвенным признакам. Очевидно, речь идет о КН-23. Это ракета, которая является калькой Искандера. Есть разные мнения по поводу этой ракеты. Есть мнение о том, что она хуже, чем Искандер. Есть мнение, что она лучше, чем Искандер. То есть у них приблизительно равные показатели по дальности. И, конечно, если не ослабить боевую часть, то есть если боевая часть будет ослаблена, то есть полезная нагрузка будет меньше, то, в принципе, до 700 километров может достигать, 690 километров может достигать дальности этой ракеты против заявленных 500 у Искандера. Мы знаем под открытым сведением, что там до 500 километров заявляется дальность ракеты Искандер. Но баллистика, она и есть баллистика. То есть она опасна. И почему враг пытается увеличить количество баллистических ракет? То есть он понимает, что у нас ограниченное количество средств зенитно-ракетных комплексов, которые могут избивать баллистические воздушные цели. Это, в принципе, только сам ПТИ и ПЭТИ. Несколько батарей ПЭТИ у нас есть. И большинство, большая часть территории Украины не прикрыта от ударов баллистическими воздушными целями, баллистическими ракетами, аэробаллистическими ракетами. И это, в общем-то, показал крайний обстрел, который был произведен ранним утром понедельника, когда большая часть ракет не была сбита, поскольку они как раз и представляли собой баллистические ракеты, а также крылатые ракеты Х-22, Х-32, высокоскоростные, которые также не сбиваются советскими средствами ПВО. И все эти удары пришли либо на южные регионы Украины, либо на западные, где нет соответствующего прикрытия. Поэтому враг, очевидно, хочет наполнить свой баллистический арсенал северокорейской продукции как для ударов по незащищенным районам, так и для того, чтобы забить нашу систему ПВО в тех районах, которые защищены. В общем-то, так и будут их таковые цели. И большому сожалению, я думаю, что Северная Корея доставит достаточное количество баллистических ракет, хотя их численность мы не узнаем, но их будет довольно много. А скажите, чтобы враг не расслаблялся, а какими баллистическими ракетами Украина обладает? Какие разработки, что не секретно, ведутся? Как далеко наше баллистическое оружие может или сможет бить по территории врага? Из известных баллистических ракет только Точка-У. Старая советская баллистическая оперативно-третическая ракета с дальностью действия 120 км. И вот, говоря об обстрелах, да, мы постоянно слышим обвинения. Про баллистическую речь идут, то есть возможности какие-то разработки, но мы о них еще не знаем. Говоря о вооружении и о том, что есть на вооружении, в Белгородскую область что-то прилетает. И Кремль постоянно говорит, что это Украина обстреливает, поэтому нужно срочно захватить Харьков и Харьковскую область, буферную зону создать. В пропаганду Кремля мы верить не будем, а вот за Харьков мы переживаем. Поэтому хочется понять, насколько эти слова, они подкреплены реальными планами и действиями. Как вы считаете, какие шансы есть прорваться у оккупантов в Харьковскую область и почему они именно сейчас об этом начали говорить? Ну, мне сейчас большую тревогу вызывает заявление командующего супруга на войсками Александра Сырского, который заявил, что формируются штурмовые роты для возобновления наступления на Северском направлении, то есть на Черниговской области, судя по всему. Это во-первых. Во-вторых, если мы говорим по поводу Харькова, и мы принимаем во внимание то, что нет сообщения о концентрации войск на Харьковском направлении, это со стороны Белгорода, очевидно, имеется в виду, то пока у врага нет сил для того, чтобы открыть фронт в направлении Харькова. Город-миллионник, он требует весьма пристального внимания, скажем прямо, учитывая, в общем-то, медленное продвижение под Авдеевкой, под другими и в других направлениях, где враг сейчас пытается атаковать, и перемножить это, скажем так, на то количество сил и ресурсов, которые задействованы для того, чтобы попытаться продвинуться на тех участках фронта, то способность наступать врага на Харьков в нынешней ситуации оценивается достаточно мизерно. Хотя это не исключено, совершенно не исключено, что ситуация в какой-то среднесрочной перспективе может измениться. Да, и говоря о Черенговском направлении, сегодня была информация о том, что одна группа ДРГ проникла на территорию именно Черенговской области и был ночью убит один человек, цивильный водитель школьного автобуса. Но вот эти вот попытки, попытки проникновения, перехода через границу, захвата каких-то новых территорий, очевидно, будут обостряться, увеличиваться. И президент Украины Зеленский предупреждает сегодня о том, что в преддверии выборов так называемых в России российские военные попытаются какую-то хотя бы небольшую победу организовать. Можете объяснить свое мнение, вы сказать, насколько вот действительно с выборами, предстоящими в России в марте, связаны события на фронте? Те, которые мы сейчас видим, или те, к которым, возможно, готовятся стороны? Нет, ну, безусловно, мы прекрасно понимаем, что исход выборов предрешен Российской Федерации. Там даже если Путин не выиграет математически, ему нарисуют, чтобы он выиграл. И нет никаких сомнений в том, что по итогам этих выборов и полномочия Владимира Путина будут продлены. Это во-первых. Но, тем не менее, было бы неплохо ему подкрепить это переизбрание каким-то победным кейсом. То ли на Авдейском направлении, то ли на Купинском направлении, то ли на Пахмутском направлении, а может где-нибудь еще, где он там захочет пожертвовать своими людьми для того, чтобы достичь каких-то успехов. Тут нужно понимать одну простую вещь, что пока идет война с Российской Федерацией, ни один регион Украины не находится в безопасности. Ни один. То есть это будут либо бомбардировки, ракетные обстрелы, либо же угроза вторжения, либо же угроза действия диверсионно-разведывательных групп. Ни один регион Украины чувствовать себя в безопасности не может, пока идет война с Российской Федерацией. Но так вот я могу подвести черту под этим аналогом. И, кроме всего прочего, мы понимаем, что нам постоянно не хватает вооружения. И мы ведем войну против монстра, у которого есть и запасы, и злые друзья, и вот эти те самые севернокорейские ракеты, которые прилетают, их можно было бы сбивать, и города бы украинские спали бы намного спокойнее, если бы, вот я процитирую президента Зеленского, если бы Запад дал Украине 7 патриот, не погибали бы люди. Как вы считаете, в чем проблема с тем, что поставки вооружения задерживаются? А еще лучше 70, было бы всем хорошо, на самом деле. Тогда бы вообще небо было бы максимально перекрыто. Знаете, демократия прекрасный строй, да, то есть он предоставляет людям права и свободы, но, к сожалению, в условиях демократии, ну, может, к счастью, но в нашем случае, наверное, к сожалению, в условиях демократии много нужно решать коллегиально путем дискуссий, а в условиях авторитарных режимов, в котором сейчас живут и Россия, и Северная Корея, и тот же Иран, все решается рощерком пиратов. Издали команду отправить баллистические ракеты, ну и команда выполняется, без лишних разговоров, дискуссий, при каких условиях нужно передавать нам материальную помощь, какое для этого должно быть иммиграционное законодательство, как это влияет на внутреннюю политическую ситуацию, как это, значит, люди к этому отнесутся. Все это, конечно, можно соблюдать, но, к сожалению, авторитарные режимы отличаются достаточно большой скоростью принятия решений, и вот сейчас мы эти плоды пожинаем. Будем надеяться, что будет решен положительный вопрос предоставления нам помощи. Я в данном случае больше имею в виду Соединенных Штатов Америки, ту политическую дискуссию, которая сейчас там происходит в связи с формированием бюджета, где должны быть предусмотрены средства на передачу нам вооружения и финансовую помощь. Ну, будем за этим наблюдать. А какова вероятность того, что Украина может получить атакам с увеличенным радиусом действия, не 160, а 320, если я не ошибаюсь, с такой инициативой, точнее, с заявлением о необходимости передачи Украине именно таких ракет, на днях выступила группа республиканцев, даже они разработали, показали некий план победы Украины в войне против России. Что касается атакам, какие перспективы, какие процессы переговорные в этом направлении идут в последнее время? Ну, для начала нужно сблокировать помощь. В любом случае, передача любого оружия, она завязана на финансовую помощь Соединенных Штатов. То есть оружие должно быть закуплено, то ли передано со складов американской армии, потом возмещено соответствующим образом, или же передано нам с заводов. Это все политическое решение, оно завязано на президенте США, Джо Байдене. Можно лишь надеяться на то, что все эти проволочки с передачей оружия нам, дискуссии эти, многомесячно уже можно, так сказать, и не первый месяц длятся. Убеждения, переговоры, они побудят американскую администрацию, президента Джо Байдена, без паллиативных решений, да, то есть принять решение о том, что нам нужны длиннобойные ракеты, и все. То есть вот я именно с этими процессами связываю. А так, ну, в общем-то, вероятность 50 на 50 пока еще. То есть или передадут, или не передадут. То же самое касается и Тауруса. Кстати, говоря вот сейчас, потому что клада ракеты была на экране. Ну вот, так что вот или да, или нет. Но я надеюсь, что все-таки все эти многочисленные дискуссии, которые сейчас происходят, все эти обсуждения, все эти переговоры, они приведут к принятию решений. И, наконец, мы будем уже получать то, что из тех количеств, которые нам необходимы. Денис, в то же время, да, мы понимаем, что страны начали вести в последнее время очень интересную риторику. С одной стороны, Европа говорит, вот та же Италия, да, нужно договариваться. Тот же министр обороны говорит, нужно решать вопрос путем дипломатии. И спустя несколько дней подписывает очередной пакет военной помощи. В Америке мы видим, что вооружение нам дают, оружие идет. Но в то же время, со слов Зеленского, 70% выделенных Украине и США денег остались в Штатах, поскольку это те самые деньги, которые пошли на оружие. Потому что это оружие не бесплатное. Как вы считаете, на что мы можем в этом году еще рассчитывать? Насколько будет усилена военная поддержка? Это есть же разные программы поддержки. То есть нам, Пентагон, предооружить своих складов, для того, чтобы не снижать свою боеспособность. Они же пополняют свои склады, затребуя то оружие, взамен оружия получая то, которое они нам передали. И на это нужный день. Вот именно поэтому, в общем-то, большая часть сигнаваний, они представляют такой круговорот. То есть там Пентагон оружие передает, и тут же тратят деньги для того, чтобы получить его обратно от собственных производителей. Поэтому здесь я никакой израги не наблюдаю. Вот в этом высказывании. А что касается того, какое мы оружие должны получить, и еще раз еще повторить. То есть, я думаю, такой урок уже должен быть извлечен из всех этих дискуссий, которые сейчас происходят. Что нужно ставить вопрос о максимальной номенклатуре того вооружения и техники, которое мы будем требовать от наших партнеров для того, чтобы эффективно вести наступательные оборонительные действия. Спасибо вам большое. Военный обозреватель Денис Попович с нами был на связи. Спасибо. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.